Вас приветствует информационная служба нашего телеканала в студии Инесса Буланкова. Поговорим о событиях в России и мире. К этому часу перейдем к главному. Своя правда. Дональд Трамп создал альтернативный информационный канал, на котором не будет фейковых новостей. Российские власти принимают меры по возвращению на родину сирот джихада. С сегодняшнего дня человечество начинает жить в кредит, который ему на несколько месяцев выдает сама природа. Американский президент Дональд Трамп решил бороться с фейковыми новостями, создав свой канал реальных новостей Facebook. Сообщается, что ведущей выступает невестка американского лидера Лара. Первая запись на канале появилась уже 20 июля. На видео Лара обратилась к 23 миллионам подписчиков американского президента с призывом следить за выпусками каждую неделю. По данным изданий, Белый дом пока не ответил на вопрос о том, как было видео снято и нужно ли считать Лару Трамп частью президентской команды по коммуникациям. Ранее она являлась продюсером телепрограммы Inside Edition и часто выступала в поддержку компании Трампа. Сам президент еще во время предвыборной кампании начал борьбу со СМИ, многие из которых, по его словам, являются фейковыми. Особенно достается от него CNN. Подавляющее большинство СМИ на выборах поддерживали оппонента Трампа Хилари Клинтон. И продолжают критическое освещение администрации после вступления президента в должность. Трамп регулярно обрушивается в Твиттере на критически настроенные к нему СМИ. Российские власти принимают меры по возвращению на родину из иракского Масула детей, которых, подвергшиеся влиянию запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство», родители вывезли из России в Ирак и Сирию. По уточненным данным, речь идет о 48 несовершеннолетних, которые находятся в приютах Масула. При этом отмечается, что отправить их в Россию пока невозможно в связи с отсутствием документов, подтверждающих российское гражданство. Сейчас в переговорах о возвращении детей задействованы представители МИД России, Чеченской Республики, Совета Федерации, а также иорданские и иракские политики. Инициатором эвакуации детей и посредником в переговорах между представителями разных стран и международными общественными организациями стал иорданский политик чеченского происхождения самих Бено. Отмечается, что эвакуация детей из Ирака будет проходить в два этапа. Сначала их вывезут из Масула в Иорданию, а затем отправят в Россию к родственникам. Немецкие ученые бьют тревогу. Специалисты обнаружили, что привычные домашние губки для мытья посуды могут быть опасными для здоровья. В одном кубическом сантиметре губки содержится не менее 25 миллиардов бактерий. Справиться с микроорганизмами бессильна даже дезинфекция. Найденные учеными в ходе исследования микроорганизмы оказались в основном либо нейтральными для здоровья, либо условно-патогенными, то есть способными вызвать болезнь, только если иммунитет человека сильно ослаблен. Однако на нескольких из 14 губок нашлись и патогенные линии кишечных палочек. Ученые отметили, что жители Германии, которые предоставили свои кухонные губки для исследования, обрабатывают их бытовыми дезинфицирующими средствами. Между тем, некоторые условно-патогенные бактерии после такой обработки не только не погибали, а наоборот еще сильнее размножались. Специалисты предлагают сразу после мытья посуды прогревать губки в микроволновой печи и, конечно, менять их не реже, чем раз в полгода. К слову, использовались губки для мытья посуды еще в Древней Греции, но тогда это были живые организмы – морские губки. Они вырабатывают токсины, убивающие бактерии, поэтому служат даже эффективнее, чем современные моющие средства. С сегодняшнего дня человечество начинает жить в кредит, который ему на несколько месяцев выдает природа. В этот день, 2 августа, будут исчерпаны все возобновляемые ресурсы Земли, которые были даны людям на целый год. Такие подсчеты сделала неправительственная организация Global Footprint Network, сообщает Евроньюз. За 7 месяцев человечество съело столько рыбы и срубило столько деревьев, сколько планета уже не сможет восстановить в этом году. Углекислый газ, попавший в атмосферу чуть больше, чем за полгода, океаны и леса тоже не сумеют поглотить за ближайшие 5 месяцев. По подсчетам организации, чтобы людям не пришлось брать кредит у Земли, наша планета должна быть более чем в полтора раза больше. Еще в 1997 году День Икс наступал в конце сентября и таким образом за 20 лет сместился на 2 месяца. Правда, в последние 6 лет календарное движение замедлилось. У меня на этом все. Далее Жанна Мамилова и новости христианского мира. Жанна, тебе слово. Спасибо, Инесса. А у нас следующие новости. Более 250 тысяч христиан, вынужденных покинуть Ниневийскую равнину при наступлении джихадистов, вернулись в родные селения. Об этом сообщило иракское министерство миграции внутренних перемещений, передает Благовость.Инфо. Ранее тоже министерство сообщало, что после оккупации Ниневийской равнины боевиками исламского государства, запрещенного в Российской Федерации, В 2014 году из этой области на севере Ирака бежали почти 820 тысяч местных жителей. После освобождения Масула и остальной части провинции Ниневия, иракская армия, жители этих мест стали возвращаться в свои дома. По данным властей, сегодня десятки тысяч христиан, нашедших убежище в иракском Курдистане, готовятся вернуться домой. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Русской Православной Церкви митрополит Волоколамский Ларион выступил в качестве дирижера оркестра и хора на музыкальном фестивале в итальянском городе Равелла, сообщает Ньюсру. Он дирижировал исполнением двух одноименных произведений для солистов хора и оркестра. Кантаты «Мать скорбящая стояла» итальянца Джованни Пергалези и своего собственного сочинения. Концерт с участием филармонического оркестра Джузеппе Верти, академического большого хора «Мастера хорового пения» под руководством народного артиста России Льва Конторовича, солистов Светланы Касьян и Агунды Кулаевой состоялся вечером 30 июля при поддержке благотворительного фонда имени святителя Григория Богослова. В Тбилиси началось строительство первого в Грузии реабилитационно-гостиничного центра для детей с онкологическими заболеваниями. Дом счастья – так будет называться новый центр, который возводит по инициативе функционирующего в Тбилиси фонда «Монаха Андрея» при поддержке Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, пишет Благовость.Инфо. С лета 2019 года в центре бесплатно под круглосуточным наблюдением специалистов будут проживать 20 детей вместе с родителями. Также будет функционировать дневное отделение. В течение дня оно будет принимать 50 детей, нуждающихся в медицинской помощи, реабилитации, общении со сверстниками. Центр в основном предназначен для детей из малообеспеченных семей и приехавших из разных регионов страны. По решению Министерства экономики и устойчивого развития под Дом счастья выделена территория площадью в 6,5 тысяч квадратных метров. Центр строится на пожертвованиям. Монах Андрей пробыл в постриге 4 месяца, а потом приставился, так как был болен опухолью мягких тканей. Его постриг произошел в больнице, где он провел последние месяцы земной жизни. По сообщению Седмицы, ученые Института археологии Российской Академии Наук при раскопках в церкви Благовещения на городище в Новгороде обнаружили множество надписей граффити первой половины XII века, в том числе своеобразную настенную летопись, самую длинную в России глаголическую надпись, а также множество фрагментов фресок. Церковь Благовещения на городище расположена в окрестностях Новгорода и называется также Рюриково городище, поскольку именно сюда, по легенде, в 862 году пришел княжить князь Рюрик. Городище долгое время играло роль резиденции новгородских князей. В 1342-1343 годах по приказанию московского великого князя Семена Гордова старый храм был разрушен, а на его месте был выстроен новый. Одна из надписей, содержащая молитву, возможно, является самой большой известной на нынешний момент глаголической надписью в России. Помимо надписей и фрагментов росписи, археологи обнаружили при раскопках свинцовую печать князя Мстислава Давыдовича Смоленского, который короткое время княжил в Новгороде, а также множество других артефактов, например, ладейные заклепки. На этом у меня все. Смотрите больше новостей на нашем сайте www.tbndfistv.com. А я с вами прощаюсь. До новых встреч.